Благодатный труд покаяния из беседы святителя Иоанна Слатоустова 12 тома Правили мы, скажи мне, рассчитывать на снисхождение в том, что нам кажется трудным, когда мы не делаем дело, в котором такое приобретение, такая польза и никакого труда. Ты не можешь пренебрегать деньгами, не можешь истратить их на нуждающихся, не в состоянии пожелать чего-либо доброго, не в состоянии простить обидчика, если бы не был так виновен, но только Бог приказал бы тебе простить, не следовало ли бы тебе сделать это? Но как же ты в таком положении не исполняешь? Ты виновный во стольких грехах, да ведь и то Он требует из того, что ты получил от Него же. Когда мы приходим к нашему должнику, он, зная, в чем дело, услуживает, принимает, оказывает почет, не скупясь показывает всякое благожелание. И это не для того, чтобы освободиться от данного Ему в долг, но желая, чтобы мы были снисходительными при уплате, ты же столько должный Богу, получивший приказание простить, ты не отпускаешь, чтобы получить затем снова. «Почему же, скажи, умоляю тебя, горе, каково же было приобщиться человеколюбию, и какую показываем неправду, такую тяготу, какую вялость, и как легка добродетель. Для этого не нужно телесной крепости, не нужно имущественного богатства, не нужно могущества, дружбы, ничего другого, достаточно только захотеть, и дело кончено. Оно будет иметь и великую пользу». То есть прощение другому. «Тебя кто-нибудь огорчил, оскорбил, насмеялся? Подумай, что и ты делаешь много такого же другим и самому владыке. Отпусти и прости. Подумай, что говоришь. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должником нашим», говорит Господь. Иван Григорий от Матфея, 6 глава. «Подумай, что если не отпустишь, то не вправе с дерзновением сказать это. Если же отпустишь, ты потребуешь этого, как должного, не по природе дела, но по человеколюбию давшего. Как можно сравнивать прощение грехов с арабам, с получением, отпущением грехов, сделанного против самого владыки? Однако же мы удостаиваемся такого человеколюбия, потому что он благ и милостив, милосердие в своем и сострадание в своем. Аминь». Аминь.